Имя Александр Бричалов. День рождения. 18 ноября 1973 года. Место рождения. П. Тлюстенхабль, СССР. Знак Зодиака Скорпион. Восточный гороскоп Вол. Карьера политик, губернатор Удмуртской республики. Родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль, Адыгейская автономная область, РСФСР. Отец строитель. Образование. В 1994 году окончил Краснодарский военный институт им генерала армии Штеменко с отличием. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени Путафина. Трудовая деятельность. Первый опыт работы получил еще школьникам на стройке жилого дома в Краснодаре. С 1994 по 1996 год работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона авиационная дивизия особого назначения. В 1996-2000 годах работал юрисконсультом ЗАО ТВ-6 Москва и ООО Альфа-Банк. С 2001 по 2002 год занимал должность начальника юридического отдела КБ Юниаструм Банк ООО. В 2002-2003 годах работал директором юридического департамента КБ Юниаструм Банк ООО. В 2003-2006 годах работал в должности генерального директора ООО Юниаструм Консалтинг. В 2006-2013 годах в должности президента ООО в БО Консалт. С 2007 по 2014 года был членом совета директоров КБ Юниаструм Банк. С 2005 года был руководителем регионального отделения в Краснодарском крае. С 2008 года – вице-президентом. С 2012 по 2014 год – президентом. С 2014 года – первым вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». По итогам 2015 года, по версии фонда ИСЭПИ, занял первое место в рейтинге самых перспективных политиков России. Общественная деятельность. С 2009 года – учредитель медиахолдинга «Опора Кредит», предоставляющего информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства и проводящего всероссийский конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех». С 2013 года – член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. С 2013 года – член Совета директоров ООО «Эксер». С 2013 года – сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. С 2014 года – член Совета директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦИОН. С 16 июня 2014 года – по 20 марта 2017 года – секретарь Общественной палаты Российской Федерации. С 2015 года – член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. С 2016 года – член Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. С 2017 года – председатель Попечительского совета Федерации «Триатлона России». Деятельность на посту секретаря Общественной палаты Российской Федерации. В декабре 2014 года Александр Бричалов представил президенту России ежегодный доклад Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России. Поддержка праймерис Единой России 2016 года. 20 мая 2016 года – на сайте Общественной палаты РФ был опубликован призыв секретаря палаты Бричалова к гражданам РФ прийти и проголосовать 22 мая того же года на праймерис партии «Единая Россия». Бричалов заверил россиян, что на праймерис они смогут выбрать именно тех, кого они хотят видеть кандидатами от партии «Единая Россия» в своем регионе на предстоящих выборах. Выступления Бричаловы и других членов общественных палат в поддержку праймерис Единой России вызвали негативные отклики. Бывший член Общественной палаты РФ Лукьянова назвала агитацию за участие в праймерис со стороны членов федеральной и региональных общественных палат незаконной, заметив, что не имеют права члены Общественной палаты допускать любые формы поддержки политических партий. Статья 4 Кодекса этики действительно обязывает каждого члена Общественной палаты при осуществлении возложенных на него полномочий не допускать любых форм публичной поддержки политических партий. Скандал с докладом Общественной палаты В ноябре 2016 года Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выявил картельный сговор в закупках Общественной палаты. Бричалов, будучи секретарем Общественной палаты, утверждал, что все закупки проводились законно. В марте 2017 года ФАС России подтвердила признаки картельного сговора, но Бричалов отрицал наличие нарушений. Доклад Общественной палаты о правах человека в России за 2015 год готовила фирма, специализирующаяся на пошиве одежды. В то время как давно существующие известные правозащитные организации, такие как Московская Хельсинкская группа, не были допущены до его написания. Членство в комитетах и комиссиях Состоит в следующих комитетах и комиссиях. Комиссия при президенте по определению кандидатур на присуждение госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Совет при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Совет при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Входит в наблюдательные советы. Общероссийской общественной организации общества знания России. Общероссийской общественной организации общества знания России. Автономная некоммерческая организация. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов ООО МСП Банк Глава Удмуртии 4 апреля 2017 года указом президента России Бричалов был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики. 10 сентября 2017 года по итогам досрочных выборов был избран новым главой Удмуртской Республики, набрав более 78% голосов. 18 сентября в ходе инаугурации принес присягу сразу на двух языках, русском и удмуртском, и официально вступил в эту должность. Награды. Почетная грамота президента Российской Федерации за заслуги в организации и проведении международных летних образовательных форумов 2014 год. Семья. Женат. Супруга Елена Николаевна. Является учредителем нескольких коммерческих компаний и двух центров юридического допобразования. Двое детей – двойняшки Артем и Анастасия. Увлечение. Увлекается триатлоном. 6 октября 2013 года в Барселоне прошел дистанцию триатлона в Айронман. 4 октября 2015 года в городе Калелия Александр Бричалов преодолел дистанцию в Айронман с результатом 10 часов 41 минута 6 секунд. Также в 2015 году А. Бричалов пробежал Байкальский ледовый марафон, принял участие в полумарафоне Карела в Карелии и переплыл Волгу в рамках заплыва соединяя берега 4,7 километра.